Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый раз мы говорили о празднике Входа Господня в Иерусалим. Мы к нему готовились. Но вот сегодня уже понедельник Страстной Седмицы. Дни скорбные, дни тяжелые. И это всегда, как правило, очень суровый, строгий пост для православных христиан. И пост не только в отречении от гастрономических изысков. В большей степени человек призван отвлечься максимально от себя и сосредоточиться на Христе, который ныне идет на крест. Потому что Пасхе и Воскресенье предшествует Пасха Крестная. Удивительно, богослужебно сейчас устроено время в церкви. Например, в воскресенье и понедельник, прошу прощения, в воскресенье и суббота были последними днями поминовения родных и близких о здравии и за упокой. Все, мы теперь не молимся ни о здравии, ни за упокой. Эта неделя не знает поминовения никого из людей. Даже святых людей на отпусте, которым заканчивается любая служба, даже там святых мы не поминаем. Мы не поминаем ни святых, ни грешных, вообще не поминаем людей с призванием сосредоточиться на подвиге Христа. Мы поговорили о Христе как о царе. Мы в прошлый раз объяснили по возможности, насколько нам позволяло время нашей встречи, поговорили о том, что же такое царство Божие, насколько оно иное и насколько Христос царь иной, не от мира сего. В этот раз хочется поговорить о том, какие отношения царят в этом царстве между царем и его, будем пока говорить, подчиненными. Хотя, конечно, те наименования, которые Христос вносит, и как он называет своих последователей, учеников, вообще как будто бы не про царскую власть. Говорить будем с нашим гостем, с философом Юрием Смирновым. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, телезрители. Поздравляю вас со страстными днями. Возвращение так удивительно в церкви, что мы можем даже с этими днями друг друга поздравлять, потому что, конечно, мы люди новой заветной эпохи, мы знаем, чем все кончится, мы знаем, что точно на кресте не останется Господь наш, мы знаем, что и в аду он не будет пребывать, мы знаем, что он будет победителем смерти, и об этом мы с вами поговорим в следующей нашей встрече, нашей передаче. И поэтому мы можем друг друга поздравлять, потому что мы видим то самое победоносное шествие царя вглубь, в сердцевину страдания человеческого, где как раз-таки и осуществляется в высшей степени его служение. Вот мы в прошлый раз на этом закончили, что Конституция Царства Божия предполагает, что больший служит меньшему, и что вообще, в принципе, это царство зиждется на служении, на взаимно проникновенном таком отношении к чужой боли, чужой нужде, чужому страданию. И если в твоих силах это страдание, или эту боль, или эту нужду ослабить, или избыть даже, то ты это обязан сделать. И именно это будет условием вхождения в отношения с царем. Давайте, может быть, мы не сразу начнем с Тайной Вечери, потому что на Тайной Вечере, собственно говоря, происходят самые близкие и последние такие вот слова, обращенные Христом к ученикам. Начнем с того, о чем мы с вами поговорили до эфира. Там происходит определенная беседа на пути к Тайной Вечери с эллинами, ну или с греками, с людьми греческой культуры. Разъясним для наших телезрителей, в чем суть. И, может быть, опять же, вновь сфокусируем внимание вот на этом служении царя своим подчиненным. Если вернуться к входу Господня в Иерусалим, то, интересно, апостол Иоанн описывает одно событие, которое не упоминают другие евангелисты. Дело в том, что, в общем-то, к Христу подходят эллины и просят апостолов, чтобы они позволили им пообщаться с учителем. Интересно это тем, что, вот, вы знаете, это место меня очень многие годы смущало. Объясню почему. Вообще мне нравятся в писании места, которые меня смущают. Как правило, я пришел к выводу, что то, что разрывает мои шаблоны и не укладывается, там потом и находятся какие-то важные ответы для моей жизни и важные открытия. Вот. Интересно то, что о них хотят поговорить. Их можно понять эллинов. Эллины – это, ну, во-первых, скажем так, что слава Христа стала уже вселенской. Достоянием. Да. То есть мы обнаруживаем, что не просто в маленькой провинции Римской империи иудеи знают об этом великом проповеднике, чудотворцы и пророки, а о нем слава дошла до центра, да, мировой мудрости, до Греции. И эллины, греческие представители этой вот как раз вот цивилизации, этой мудрости, в общем-то, то, где началась философия, скажем так, они, естественно, хотят поговорить с Христом. Вот. Признавая в нем величайшего учителя, они наслышаны уже о нем, они приехали, значит, для них то, что происходит на въезде Господа в Иерусалим, это какая-то мистерия, вот, для них это в каком-то, они как-то это понимают по-своему, они хотят поговорить о какой-то высшей мудрости. И вдруг, правда, из текста вот непонятно, кому слова обращены Христа, только ли ученикам или и этим Иллином, возможно, он даже вообще не стал с ним разговаривать, но, возможно, и все-таки говорил. Там не совсем мне понятно, по крайней мере, но интересно то, о чем начинает говорить. Людям, которые ожидают какой-то необыкновенной мудрости, тайн, сейчас он их посвятит в какие-то... В новую школу философии создается. Вдруг он начинает говорить необыкновенные вещи, которые, собственно, вот как раз и касаются это тому, что происходит на Страстной Седмице. Оказывается, понимаете, он начинает говорить прямо из своего сердца. Он там, среди ликования, да, а мыслями он уже готовится к кресту. И он говорит, да я, может быть, даже и зачитаю это. Он говорит, что пришел час прославиться Сыну Человеческому. Ну, казалось бы, да, все ликуют, встречают царя. Ну да, пришел час прославиться. Вот сейчас он воцарится. И дальше он продолжает. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует». То есть, и дальше он говорит, «Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». И раздается глаз с небес, где и прославил, отец говорит, и еще прославлю. Редкий случай, когда глаз с небес раздался при крещении, да, на горе преображения, и вот здесь, сейчас, при входе Господа в Иерусалим. Но это глаз с небес был в ответ, в ответ на слова Христа, в общем-то, о том, что «пришел час прославиться, я иду на крест». Вот это удивительно, действительно, расширяется горизонт зачастую узкомыслящих и узкопонимающих слушателей. И нас с вами, вот мы в прошлый раз это обсудили, да, что и мы зачастую хотим взять и уезжать Христа до уровня, не знаю, его учения, его слова, до уровня комфортной жизни здесь на земле. Большинство людей, которые приходят сейчас креститься, мотивируют крещение, что им нужен амулет от всех бед, что вот он сейчас покрестится, никто там с глаз порчу, и прочее-прочее, там, не наведет и так далее. То есть это будет какая-то защита 150-го уровня. А Христос как раз говорит о том, что, во-первых, власть, я иду воцаряться не на земле, я иду воцаряться, условно говоря, есть некая провинция, опять же, да, где царь не царь. И царство не наступает, потому что царь не автократор, он не в полной мере имеет эту власть. Это смерть. Там еще его власть пока не действует в том объеме, в котором она должна действовать. Поэтому действительно речь идет не о воцарении в Иерусалиме или в каком-либо другом топосе этого мира, где он сядет и объявит себя царем земным. А он идет для того, чтобы воцариться во всем мире и взять эту власть полновесно. Ну и вот, собственно говоря, мне бы хотелось перейти к Тайной вечере, потому что действительно, как вы правильно сказали, Христос вот в эти последние дни все больше и больше начинает говорить из какой-то самой глубины именно человеческого сердца. То есть по человечеству ему страшно, по человечеству он испытывает боль и ужас. Мы не сказали о том, что при входе в Иерусалим он плачет на горе. Плачет не о себе, а плачет об Иерусалиме, понимая, что ничего с его приходом, к сожалению, вот сейчас вот с таким торжественным входом, ничего в обстоятельствах не изменится. И люди, действительно кричащие осанну, через некоторое время будут кричать распни. И вот он уходит в такую клеть со своими учениками, уходит в Сионскую горницу, где совершает пасхальный седр, пасхальную трапезу, последняя Пасха его здесь на земле. И в ходе этой трапезы, я процитирую тоже, он произносит ряд слов, цитаты, которые мне бы хотелось сегодня с вами обсудить. Итак, дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Другая цитата. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Вот вторая цитата, она уже относится к воскресению, когда Христос воскрес и явился уже воскресшим своим ученикам. И, ну, в любом случае, я хочу сделать акцент на обращении дети. И еще цитаты. Тоже это цитаты из речи на тайной вечере. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Да, я не выписал цитату полностью. Перед этими словами сейчас очень популярная фраза, которую очень любят сейчас в российской действительности цитировать. «Нет больше той любви, чем если кто душу положит за други своя. И я говорю, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». То есть, к сожалению, цитата стала милитаризированной. Ею мы как бы оправдываем, ну, какой-то именно военный подвиг. Хотя Христос говорит исключительно о себе. Но и здесь мы сейчас не про это, а про название, наименование. В этом царстве те, кто за мной идут, они не рабы, не слуги, не подчиненные. Они дети и друзья. И вот в связи с этим мне бы хотелось сегодня посвятить вот нашу беседу еще и этому. А что такое быть другом Божьим? Вот то, что мы уже как-то когда-то давно-давно с вами первую передачу встречались, и мы представляли вас как человека, имеющего протестантское прошлое. Вот братья-протестанты, они очень любят делать акцент на дружбе, что Христос друг, редко, правда, учитывая, что это должен Христос тебя назвать другом, а не ты его по-небратски должен похлопывать по плечу и говорить, что ты мне там дружище Христос, там и так далее. Но в любом случае меня называют другом. Это такое высокое звание, такая высокая ответственность. Но что это значит, быть другом Христу? Как Юрий для себя это определяет? Другом и чадом. Батюшка, для меня это вопрос непростой. Вот. В двух словах, наверное, ответить мне сложно, но я постараюсь. В первую очередь мы видим, друг — это означает отношение. Вот это отношения, которые выше, они отношения близкие, родные, они отношения доверительные, верные. То есть это точно, что не является чем-то только формализованным. То есть друг — это больше, чем коллега, больше иное, чем начальник и подчиненный. То есть вот друг, для меня это слово означает иные отношения. Не отношения какие-то формальные, социальные. Даже не отношения религиозные, если мы имеем в виду именно вот обрядовую сторону религии. То есть это что-то иное, чем ты должен сделать вот это, а я тебе за это сделаю вот это. То есть это что-то другое. Вот. Что же другое? Но опять же, ничего иного, как любовь. Друзья друг друга, они любят. Вот. Это дружба. Вот. Дружба — это одно из, в общем-то, проявлений любви в этом мире. Если... Вот я бы только, если позволите, тоже ремарочку. Конечно. Сейчас просто мне помыслилось, подумалось о том, что вы несколько раз употребили слово «другое» — это другое, «другое», 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 а корень-то тот же. Друг. Друг, да. Другой. Некий другой. Да. И получается это... Не как все, выделены из всех. Друзей-то немного, да? Ну, не просто выделены, мне кажется, даже из всех. Вот я говорю «юрий другой», это значит, что я признаю его уникальность, его непохожесть на меня, и именно в этой уникальности непохожести на меня, потому что действительно бытие учеников и бытие Христа — это разное бытие, бытие Бога и бытие людей. И когда я вижу в другом вот эту непохожесть, когда я к ней отношусь с невероятным пиететом, эту другость, эту инаковость, я благословляю, когда я ее не просто уважаю, разрешаю тебе иметь некое другое мнение, а когда я понимаю, что именно через инаковость нашу, ну вот у Зизилуса замечательная из книга «Общение и инаковость», именно вот в этой инаковости происходит общение. Мы начинаем говорить только тогда и начинаем обмениваться чем-то важным, и в том числе, конечно же, главное — это посылами любви, когда я признаю инаковость и другость, и в этой инаковости и другости я начинаю в том числе и познавать свою природу. Вот чтобы мне понять, например, каков я, например, мужчина, мне нужна женщина. Вот я, вступая с ней в брак, начинаю открывать, распаковывать свою мужественность, свою мужскую сторону. Хотя, как оказалось, я рожден по факту мужчиной, что может быть мне понятнее и ближе. Но нет, именно через соприкосновение с этой инаковостью я вдруг понимаю самого себя. И вот мне кажется, ну просто вот это такая ремарка возникла, пока употреблялось слово «другой», я думаю, действительно, «другой» же — это тот же «друг». Вот, конечно. И в этом смысле я и хотел это подчеркнуть как раз, что когда вот «друг» для нас — это иной, чем, другой, чем все остальные люди. Есть люди, есть коллеги по работе, да, есть там соседи, начальники, подчиненные, есть там клиенты, есть еще кто-то. И есть, например, друзья или друг. В нашей практике, как правило, их не бывает много. Хотя мы сейчас, конечно, в соцсетях всех называем друзьями, но это же мы все понимаем, что это не то. Друзей не бывает много, это единицы. Поэтому когда… но Христос, когда Он называет нас друзьями, это означает, что Он предлагает такие отношения, как будто ты для Него один-единственный друг. Вот. То есть Он, видя твою уникальность, предлагает уникальные отношения. Еще я хотел бы тут сказать момент, что здесь остается большое пространство свободы, потому что Он называет нас друзьями апостолов, и это обращено, в общем-то, и ко всей церкви. Он называет нас друзьями, но для полноценной дру… не может быть дружбы без взаимности. То есть, если ты мне друг, но я тебе не друг, то это не дружба. То есть, друзья обычно, они друг в друге видят друзей. Вот. И Он говорит, смотрите, Он приглашает в эти отношения дружбы. Он говорит, вы друзья мои, если… То есть, Он говорит, вы друзья, но вам решать, вы… Создаете ли эти условия, да. Я готов назвать вас друзьями, но вам выбирать, примете ли вы эти отношения, войдете ли вы в них. И Он говорит, вы друзья мои, если соблюдаете то, что Я заповедал вам. И… А что, собственно, Он заповедал? Он заповедал просто любить, как Он. Но это непросто. Ага. Одно дело просто любить, а другое дело любить любовью Божьей. Да. И, батюшка, что интересно, Он мне говорит, вы друзья мои, если… И дальше. Принесете в церковь десятину, если будете, значит, вот столько в день молиться, если будете там соблюдать все посты, если вы тогда вот еще то сделаете, то сделаете, то сделаете. Он говорит что-то другое. Он говорит, вы мои друзья, если будете любить, как Я. И пример любви Он в начале этой беседы им показывает. Собственно, эта вечеря, которая произошла в Сионской горнице, начинается с такого символического действия. Вообще, у Христа, на самом деле, все Его действия, они имели символическое значение, но это не значит, что они нереальны. Это не аллегория. Вот. Они… символического, значит, они имеют глубокий смысл. Он омыл ноги, он вдруг начал выполнять функцию слуги, и, видимо, в этом доме не было прислуги в тот момент, и, видимо, никто не сделал то, что вообще-то, ну, любой гостеприимный хозяин должен был бы сделать. Я можно здесь… Да, конечно, батюшка. Да, поясню. Больше того, нет. То есть, здесь интересная вещь. Чем… почему Петр-то и шокируется. Ага. Дело в том, что в книге «Второзаконие» очень четко прописано, если у тебя есть слуги, если ты богатый, состоятельный, именитый человек, ты можешь просить их делать все, что угодно, но только не мыть ноги, потому что это унижает человеческое достоинство, ты не имеешь права унижать слугу. То есть, фактически он делает то, что не делает даже слуга. Вот. То есть, он может предложить воду, он может предложить полотенце там и так далее, то есть, предложить омыть эти ноги самим, но не опускается на колени, не моет эти ноги сам. Поэтому вот в этом акте омовения ног мы видим высшую степень кротости и смирения у женщины, вошедшей и омывавшей слезами ноги и отиравшей волосами. И этот же акт такого и смирения, и служения до конца, я бы сказал, мы видим во Христе. Господь же так и сказал, он сказал, как пишет апостол Иоанн, точнее, перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом то, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И он это, и дальше описывается, это омывание ног. То есть, это смирение до конца. Да, конечно, до конца, наверное, когда мы говорим о его полном смирении, мы говорим о его вычеловечении, о его кресте. Но и это действие, оно из этого же разряда. То есть, он стал слуга слуг. То есть, как вы вот сейчас подчеркнули очень точно, до конца, то есть, когда уже ниже некуда. Вот такое служение. И если он, будучи Господом и Учителем, как он говорит, я это сделал, я действительно и есть Господь и Учитель, то и вы делаете то же самое. То есть, собственно, вот что он делает. То есть, вот это и есть создание тех условий для того, чтобы назваться другом. Да. Быть таковым. Принять вот такой же путь. А помните, он и говорит, кто мне служит, мне допоследует. То есть, он предложил своих, как бы, верующих в себя, своих, скажем так, служителей, последовать его путем. А что же это за путь? Это путь как раз любви, смирения, уничижения, и он завершается в славе. Да. Ну, потому что итог будет воскресение и вхождение его во славу. То есть, но разделить его вечную судьбу, вечную участь, лучше так это сказать, можно только разделив его земную жизнь. Это служение и это крест. Вот. Поэтому служение — это то, против чего мы сопротивляемся. Любовь — это то, что мы… А знаете, батюшка, я вот о чем подумал. Любовь — это, в общем-то, очень рискованное предприятие. Никаких гарантий. Оно делает тебя очень уязвимым. Вообще уязвимым, да нельзя. Собственно, любить как Христос — это оказать… Это вот если… Сразу вопрос. Но если я буду всем служить, об меня будут ноги вытирать? Возможно. Он же сказал, Господь, кто-то вас будет ненавидеть, меня ненавидели и вас будут ненавидеть. Но тут же добавляет, меня слушали и вас будут слушать. Будет совершенно разная реакция. Кто-то в этом увидит Христа, а кто-то захочет вытереть ноги. Никаких гарантий. Вот когда человек пал, он стал толстокожим. И в чем вот вся наша суть заключается, вот самость наша, вот эта вот падшая, она заключается, чтобы себя защищать. И аккумулировать весь поток жизни на себе. Да, себя защищать. А путь Христа — это означает отказаться от самозащиты. Вот поэтому слова, о которых мы в прошлой передаче, слова Христа говорили, если падшее, если зерно падшее в землю не умрет, останется одно. Вот этот индивидуализм, этот эгоизм, зацикленность на себе. Кстати, отсюда и злоупотребление властью. Власть человек использует, чтобы самоутвердиться, чтобы придать себе значимость, чтобы, скажу больше того, подтвердить вообще свое существование. Вообще, скажу еще больше, власть — это попытка бороться со своей смертностью. Ну, о смерти и победе над ней мы поговорим в следующей передаче. А сейчас я возвращаюсь к сегодняшнему разговору и говорю о том, что вот мы получаем, что вот путь Христа — это согласиться на беззащитность, согласиться отказаться от любых гарантий здесь на земле. Вот. Поэтому Христос — это не некий гарант земного благополучия. Отнюдь нет. Он ведь сам пошел на крест ради нас, чтобы нас спасти. И он говорит, в общем-то, это то, что придется сделать и вам в этой земной жизни. У нас совсем немного времени. Я бы все-таки хотел хотя бы широким мазком подчеркнуть тему отцовства и родительства. То есть не только друзья, но и дети. Как вам кажется, вот что именно хочет сказать Христос, когда Он называет нас детьми? Он хочет сказать то, что Он усыновляет нас Отцу Небесному. Как Он является Сыном, так же верующий в Него, в Нем усыновляется Небесному Отцу. А что это про отношения? Это же тоже отношения. Дружба — это система отношений, и отцовство родительства — это тоже система отношений. Вот тут момент вот какой. Когда мы говорим, что Бог является Отцом, мы говорим не о Его социальной роли, мы говорим о Его имени. Это что-то большее. Имя — это как раз вопрос отношений. Он отец и в том смысле, что Он начало, собственно, всему. И Он отец в смысле отношений. Это отчая любовь. И Христос дал нам право Его называть Отцом, и Он называл Отцом Авва-Отче. И апостол Павел говорит, что верующих дух, который взывает Авва-Отче, и это даже не просто отец, это даже папочка, это даже Авва. Ох, Юрий, спасибо огромное. К сожалению, мы вот эту тему до конца не успели разобрать, но, может быть, мы поговорим об этом в следующий раз, перекинем такой мостик. Я единственное, только очень быстро бы хотел сказать, что отцовство — это одна из, мне кажется, форм, как щелочь нейтрализует кислоту, так вот наименование отцовством, Отцом Бога — это попытка нейтрализовать все отвратительные сущностные характеристики власти, потому что отец тоже имеет власть над ребенком, но эта власть совершенно иного характера. Спасибо огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Проведите последние дни поста в благоразумной тишине, и дай Бог мы встретимся с вами на Пасху. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин